Привет! С днём независимости вас! Сегодня пятница, и с пятницей, и надеюсь, что у вас шикарные, грандиозные планы на выходные. Ну, а сегодня я поговорю, вернее, отвечу на вопрос, который мне задали и попросили записать видео. Света, спасибо! Меня зовут Нара, я риэлтор, работаю в Северной Вирджинии, и за свои 16 лет набрала очень много опыта, стала сама инвестором, имею несколько квартир, конда, таунхаузов, помогаю своей семье то же самое покупать и сдавать в аренду. Поэтому сегодня я как бы от своего имени вам расскажу, как мы выбираем дома, которые мы потом сдаём в аренду. Я, как бы моя семья, люди, которым я уже помогла стать лендлордами. И дальше вы уже, если вы хотите стать инвесторами, вы немножко с этим знанием, вам будет немножко проще принимать решения. Ну, вот смотрите, очень много есть ресурсов на интернете, или в интернете, как правильно. Очень много есть ресурсов, как посчитать, если недвижимость, которую вы покупаете, приносит вам деньги, прибыль, есть формулы, смотрите, считайте. Я вам расскажу то, что мы рассматриваем не с точки зрения, обязательно прям денег, а всё комплексно. И должна вам сказать, что довольно успешно мы уже имеем наши дома, которые мы сдаём в аренду, никаких проблем с сдачей этих домов у нас не возникает, потому что изначально мы выбирали хорошие места. И вот сегодня я с вами поделюсь, какой у нас был вообще ход мыслей, и как мы к этому всему подходим. Когда я говорю мы, я имею в виду я, мой муж и люди, которым я помогла. То есть это всё личный опыт. Ну вот смотрите, если вы хотите покупать инвестор, инвестиционную недвижимость, ну, во-первых, конечно, вам нужно узнать вообще, что у вас происходит с ипотекой. Вы разруливаете это, давайте будем думать, что у вас всё хорошо, вы получаете ипотеку, и ищите в определённом диапазоне цен недвижимость. Когда мы смотрим... Первый вопрос, который у нас возникает при рассматривании мест, где мы хотим покупать, где мы сами живём, и насколько я хотела бы сама каждый раз ездить далеко и заниматься ремонтом или показом, когда мне надо найти новых тенентов. Или я хочу нанять property management компанию, которая всем этим будет заниматься, но при этом я буду платить каждый месяц от 8 до 10% моего ежемесячного дохода от аренды. Причём эта property management компания не будет оплачивать именно сам ремонт, они будут его организовывать, и если что-то нужно отремонтировать, вы будете оплачивать счета. Это просто чисто они будут вам помогать логистика, они будут собирать арендную плату, забирать свою долю, перечислять вам на счёт остаток, заниматься логистикой по ремонту. Они также не будут искать вам новых тенентов. Чтобы найти нового человека, вам нужно будет нанять агента, который, как правило, я беру один месяц арендной платы за свои услуги, потому что это довольно-таки трудоёмкая работа, и, если честно, выхлоп, как говорится, для агентов очень маленький по сравнению с тем, что мы получаем при продажах. Поэтому, когда я помогаю моим клиентам сдавать своих жильёв в аренду, я это делаю только тем, кто со мной уже когда-то работал для покупки продажи, потому что я не могу им отказать. Если же ко мне кто-то придёт с улицы и скажет, мне нужно, чтобы вы мне помогли сдать что-то в аренду, или найти что-то в аренду, к сожалению, у меня нет возможности забирать время у моих других клиентов и заниматься арендой. Поэтому вам нужно иметь в виду, что если вы хотите найти новых тенентов, вам нужно будет нанимать агента и платить один месяц от арендной платы за его услуги, это как комиссионные. Но больше, чем это, вы не платите. То есть агент делится с агентом тенента, там уже своя как бы технология. Так вот, вы решаете, как далеко вы готовы ездить, если вы всё-таки занимаетесь этим сами. Если вы нанимаете property management компанию, то в принципе это уже не важно. Они занимаются, вы только выписываете чеки. Это раз. Второе. Когда смотрите потенциальную аудиенцию, кому вы будете сдавать в аренду своё жильё. Смотрите, я живу в районе военных баз. Я живу сейчас, вот мы недавно переехали из Лортона в Удбридж, но недалеко от... То есть мы на самом севере Удбриджа, но находимся, прям на реке. И я нахожусь очень удобно от Контика базы, и от Контика Marine Base, да, и от Форт Белгоар Army Base, да. Плюс ещё очень удобно к Пентагону. То есть у нас такое стратегическое такое место, где те, кто у нас снимают наши... Я, соответственно, и купила все мои инвестиционные недвижимости, мои все дома и квартиры и так далее. Я в округе. То есть так, чтобы вот эти военные базы мы использовали полностью. Почему? Потому что, будем честными, военные вообще считаются самые лучшие тенанты, потому что они очень хорошо следят за жильём, они платят всё вовремя, никогда никаких проблем с ними нет. Почему? Потому что у них есть их начальники, их офицеры, да, офицеры, которые, если они что-то делают не так, мы как лендлорды можем пожаловаться на них их офицерам, ну, вышестоящего ранга, да. Ну, никогда этого не делала, но это есть. Вообще военные очень хорошо, они очень дисциплинированные, очень хорошо следят за вашим жильём. Поэтому я предпочитаю всегда сдавать вот именно вот таким вот тенантам. Но по закону, имейте в виду, вы не имеете права отказывать людям только потому, что они там занимаются какой-то определённой профессией. Ни в коем случае вы не можете отказать человеку, если он определённой расы, если у него в семье сколько-то детей, если у него, то есть есть целая там, если они не той ориентации, которая вам нравится, то есть есть целая плеяда вещей, которые вы не имеете права использовать, чтобы отказать человеку. Вы можете отказать только, если вас не устраивает кредитная история. Или вы не принимаете животных, а у них есть животные. То есть вот именно такие вот причины должны быть, которые вас потом не... Вы как лендлорд будете нести ответственность за отказ, за не по той причине, по которой... Потому что есть законы, и мы этим законам должны следовать. Вот, поэтому я как бы стараюсь всегда размещать рекламу так, чтобы у меня были тененты военные. Но я вам должна сказать, что, несмотря на это, у меня есть очень много моих тенентов медицинские работники, потому что, опять-таки, здесь находятся несколько больших госпиталей, и тоже очень хорошие тененты. То есть всегда все люди хорошо будут снимать и заботиться о вашем жилье, если у них замечательная кредитная история, хороший кредит-скор, и обязательно проверяйте, разговаривайте с их предыдущими лендлордами, чтобы убедиться, что они хорошие тененты. Но это уже мы идем в дебри, как искать нового тенента. Я вам потом, если хотите, видео запишу. Но, то есть имейте в виду, что, например, если вы хотите сдавать военным, значит, вы ищете там, где база... То есть люди, которые приезжают в эти базы, они будут искать вокруг этих баз. Если вы живете где-то, скажем, в районе Ашборна, Лаутон Каунти, там баз нет, да, но, тем не менее, очень много людей, которые хотят сдавать в аренду свое жилье. Я вам должна сейчас сказать, что жилье, которое сейчас сдается в аренду в Ашборне, уходит вот так, потому что там очень много новых работ, рабочих мест создаётся, благодаря тому, что туда приходит очень много вот этих вот дата-центров, да, IT-рабочих мест, и там очень много таких вот молодых, ну, может, не очень молодых, да, программистов, айтишников, которые приезжают со всей страны, а то и даже из вне стран, да, то есть уходят очень вот на ура дома, которые сдаются в аренду там, в Лаутон Каунти, в районе Ашборна. Ну, опять-таки, первый, наверное, ваш критерий должен быть, где находитесь вы, и как далеко вы готовы ездить, чтобы обслуживать эту недвижимость. Второй критерий – это как находится, как удобно расположать, то есть ваша потенциальная аудиенция, кто у вас будет снимать в аренду. Третье – хотите ли вы кондо, чтобы платить кондо фи, или таунхаус, или отдельно стоящий дом. Американцы все предпочитают дома с огороженными садами, да, то есть «backyards», чтобы практически у всех есть собаки, им всем хочется выходить на улицу и их как бы выгуливать, при этом не особо напрягаясь. Поэтому они их просто выгоняют на «backyard», и они там делают свои дела. Им хочется вот такие, как правило, меня люди спрашивают, а огорожен ли ваш «backyard»? И какой размер вашего вот этого «backyard» сада, да? Огорода, я не знаю, как оно по-русски называется. Поэтому смотрите, если это кондо, значит, вы ограничены на тех тенентов, которые либо без детей, либо это просто одиночные, ну, как бы одиночки, либо это просто молодая пара. Если вы берете таунхаус, значит, вы уже немножко расширяете свою аудиенцию, на, скажем, молодую семью, один-два ребенка, которые в конечном итоге будут расти из этого дома и уходить на отдельно стоящий дом. Если это отдельно стоящий дом, то вы, соответственно, уже понимаете, что ваши потенциальные тененты – это уже семьи с несколькими детьми, с животными, ну, и, соответственно, цена аренды будет тоже выше. Вы должны определиться с этим, насколько вы хотите заморачиваться с этим. И, ну, и, конечно, школы. Если вы смотрите кондо, то там школы особо не влияют, потому что там, как правило, люди без детей, да? Если это таунхаус, сингл фэмили хаус, значит, надо смотреть так, чтобы школы были хорошими, потому что люди, которые снимают в аренду, у которых очень хороший скор, которые готовы платить вам деньги, они будут требовать. Они будут требовать чистоту, они будут требовать хорошее состояние внутри недвижимости, внутри дома, и они будут требовать хорошие школы. Они не будут искать там, где школы не очень, они не будут брать в аренду то, что заляпано, грязное, не очищено, и они не будут брать в аренду там, где все сломано, и что подлежит ремонту или замене. То есть надо всегда понимать, что если у человека хорошая кредитная история, или вы хотите получать вашу аренду вовремя и получить человека, который будет заботиться о вашем жилье, вы должны предоставить ему это жилье в отличном состоянии, чтобы он не мог ни к чему придраться. И, соответственно, вы как лендлорд должны, обязаны вести дела так, чтобы в вашем жилье было все на 100%, чтобы все работало, чтобы не было никакой, не дай бог, плесени, чтобы не было никаких протечек и так далее. Но для этого у меня есть другой такой волшебный, волшебная палочка, которую я использую. Хотите знать, звоните, скажу. Вот такие вот у нас, конечно, ну как бы подход к выбору. Ну и, наверное, все-таки один еще момент я вам скажу, что мы всегда стараемся брать что-то поновее. Потому что все-таки постарше дома, даже если вы берете его в хорошем состоянии, все равно со временем начнут ломаться какие-то вещи, которые сантехника или электрика. То есть то, что внутри стен уже, скажем, 30-40-50 лет стояло, даже если все вокруг косметически сделали, внутри стен никто проводку, конечно, не менял, правда же? Никто трубы, скорее всего, не менял. Крыши надо будет менять. Крыша сейчас на 20-30 лет жизнь крыши. Такие вот вещи, которые потом, они вам аукнутся. Поэтому мы стараемся всегда брать что-то поновее, чтобы как можно дольше не заморачиваться с ремонтом. Вот, ну, на этом все. С точки зрения финансов, это вы уже сами посчитаете, сколько у вас будет mortgage payment, сколько вы будете в аренду принимать. Но имейте в виду, что все равно, даже если у вас идет немножко негативный cash flow, все равно аренда растет с каждым годом, вы можете увеличивать свою аренду с каждым годом, а ваш mortgage payment будет всегда оставаться такой же, потому что вы, скорее всего, возьмете на фиксированную ставку, чтобы не заморачиваться по поводу роста ваших издержек. Вот, ну, на этом все. Звоните с вопросами, с удовольствием с вами пообщаюсь, если есть какие-то вопросы, предложения. Если я что-то пропустила, оставьте в комментариях, что вы еще рассматриваете при принятии решения о том, где и что брать для того, чтобы потом сдавать в аренду. Вот, ну, на этом все. До следующей пятницы. Если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. Я запишу видео с ответом на ваши вопросы. Хороших выходных. Пока!